Такой же дикий и также принимает в этом хаосе участие. ЧЁ? Что, что? Вот это вообще не понял. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Мистери Форс. Это жуткая трагедия, обёрнутая комедией. Этот дом. Давайте же посмотрим. Опять же, это уже вторая часть. Поехали. Всем привет, всем я, Дима. Это вторая часть снимации «Этот дом». Напомню вам, что они никак не связаны, поэтому, если ещё не смотрели первую, можете посмотреть и после этой связывает эти анимации только дом один и тот же дом но в разные времена разуме санах ведь если в первой была мрачная просто показывающая рассказывающего жизни человеческой семьи тут у нас жизнь крысы в современных реалий плотно люблю тебя имени у него не ладно в титрах он обозначен как строитель и нет это не калекуха он реально строитель который занимается ремонтом того самого то имеется стилистика самого мультфильма очень красивая дом который был изначально в плохом состоянии теперь главная цель привести все в охуительный вид дабы продать с хорошей для себя прибылью и вот казалось бы дом уже почти идеал остались какие-то незначительные штришки как вдруг наш герой замечает шайку насекомых у себя под носом и да раз уж имени у нашего героя нет я дам ему имя сам как обычно делаю пускай это будет крыса фанаси знаешь пошлю тебе пару идей на фанаси или на мальдивах конечно да лабуля да конечно прости бокала боль конечно тараканы не делай еще не хватало чтобы покупателя при показе хата обратили на них внимание что у афанаси предпринимает тщетные попытки избавиться от этих но на той тщетные что они приводят ситуацию к еще худшему положению говоря понятнее тараканов становится еще больше и вот к чу а вас куда они откуда они могут быть если показ уже скоро поэтому надо бы что-то как можно было как а ну как у красиво вылет круто каша дом будет лакши но эти тараканы то есть избавиться не получилось почему бы не сделать вид что проблема нет тем более что переносить показ явно не вариант а деньги нужны как можно быстрее потому продать дом тоже хотелось бы поскорее привет лапуля это я сегодня важнейший день моей жизни однако проблемы на этом не кончаются заказав канапе с шампусиком кстати проблемы не заканчиваются знаете еще почему потому что знаю что вы не смотрите мои стримы да знаю потому что сейчас прям сейчас я стримлю а вы смотрите запись по факту поэтому если хотите смотреть самыми первыми реакции ссылка на мой трога стрим-канал в описании там будет лучшая поддержка для меня мне будет очень приятно если будете смотреть мои стримы это единственное что сейчас мне может на самом деле помогать Выживать в текущем мире Поэтому спасибо большое Также там игры есть, помимо реакции Афанасия ждет еще одно разочарование Ему привозят хавку быстрого приготовления Явно не то, что хотели бы видеть на фуршете Состоятельные клиенты И все-таки выходит Покупатели не особо заинтересованы покупкой Несмотря на все старания нашего строителя Они наводят вдобавок Беспорядок своим присутствием В конце концов фиаско наступает в момент Показа голосового помощника Гостей он распугивает И в итоге Афанасия остается у разбитого корыта Вам нравится? О, еще как! Да, пугаются все посетители Кроме этих двух У них странные села, голоса и поведение Будто гипнотизированы Они начинают расспрашивать детали дома И говорить о том, как он сильно им понравился Вдобавок, им хватает наглости Попросить остаться тут с ночевкой Типа прочувствовать атмосферу Конечно, Афанасий слегка вахуй Но в конце концов позволяет им остаться Как я уже говорил, ему позарез нужны денюжки Я буду здесь, если вы вдруг захотите Восхитительный дом Такое умиротворяющее Со временем они все так же не покидают дом Словно паразиты они вечно соскакивают с переезда Пудрям мозги Афанасию И тогда он уже переходит на угрозы Дескать, или уходить, или я вызываю копов Но и тут мимо Челеки оказываются непробиваемыми Тогда нашим героям ничего не остается Прямо как вызвать полицию Я хочу, чтобы вы прислали пару полицейских Как можно быстрее на улицу Ван Шунбека Хо, как вы быстро Но при этом, не целого, они не берутся выполнять свои обязанности А сучка классная Они берут самого Афанасия Мы узнали от доктора Джафри, что вы звоните ему сутками напролет, сэр Оказывается, что наш герой вечно названивал своему донтисту Называет того лапочкой или типа того До того казалось, что звонки были его супруги Но нет И да, я понимаю, сейчас в голове у вас что за хуйня Но мы к этому еще вернемся чуть позже Что? В общем Что? А к чему это типа? На самом деле наш крыс делается лишь предупреждением Попрощавшись с легавами, он уже в полном отчаянии прибегает к радикальным мерам Выдравить этих подонков со своей хаты Которые вдобавок притащили сюда еще и своих родственников Афанасий берет яд для насекомых и промахивается Он, да, случайно травится у себя И погнает в больничку Но когда наконец приходит в себя, за ним приходит его новая семья Они забирают его домой, где их встречают гости с новыми конечностями Что делает их еще больше похожими на тараканов Но в конце Что? Мы видим, как они разрушают весь дом Причем Афанасий не остается в стороне Он такой же дикий И также принимает в этом хаосе участие Че? Что? Что? Вот это вообще ладно Вот это я вообще не понял Что? Что? Конец И так, в чем же смысл анимации? В чем смысл? И при чем тут дантист лапочка? Давайте по порядку Думая, мало кто будет оспаривать эту теорию Тараканы в доме олицетворяют тараканов в голове То есть, да, скорее всего строитель сошел с ума И все происходящее это метафора на психическое состояние героя Представим, что наш герой жил когда-то прекрасно Ну ладно, это уже чуть более логично На жизни у него был прекрасный дом, жена и перспектива Но все в какой-то момент разрушилось Жена ушла, возможно, отжав у него последние деньги А проблем стало копиться все больше и больше И вместо решения этих проблем Афанасий закрывает на все глаза То есть, он выстраивает иллюзию, где все прекрасно И возможно, не без помощи психоактивных веществ То есть, будь то алкоголь или нахуй И если брать все происходящее как метафору разума Тараканов в этом разуме становится все больше А бездействие полиции может быть отражением Халатного отношения государства К психическим проблемам огромной части населения То есть, главный герой не получает надлежащей помощи И в конце концов, он ловит передавковку Этим поступком он пытается окончательно избавиться от тараканов А следовательно их стало еще больше Ведь многие люди, они и правда пытаются заглушить свою боль приемом вещества Уводит их от настоящих проблем Но создает новый И когда он выходит из больницы, он больше уже напоминает животное Намеков на разум уже нет На живом существе, в принципе, можно поставить крест Ну это стремная дичь А на этом все Если хотите посмотреть разбор третьей части Она будет эксклюзивна в закрытом телеграм-канале Либо на бусте Ссылка на него будет в описании Вернее на них Всем спасибо за просмотр Всем удачи Ну, что я могу сказать Странная дичь Вот что я могу сказать Вообще непонятно, что происходило Блин, мне очень нравится визуальная часть Она, наверное, прекрасная и стремная Именно стремная Вот в плане вот таких моментов стремных Она вот реально вызывает жуть И это, наверное, плюс этой визуальной части То, что она вот реально передает все, что она хочет передать Но это очень странно Очень странно Мэйби, если я бы посмотрел это полностью В полнометре Возможно, я бы больше понял А звучит как немножко Бред Непонятный И к чему этот Я так и не понял К чему этот дантист К чему этот дантист Я вот так этого и не понял Если честно Ладно, ребята Что я хочу сказать Ссылка в описании Приходите подписывайтесь на Мистери Форса Смотрите его третью часть Не знаю Может я посмотрю третью часть Может договорюсь с ним Чтобы я мог посмотреть Я посмотрю Может я не буду смотреть третью часть Не знаю А чего обещать не буду Пишите насчет Ему Пишите Привет Передавайте Также подписывайтесь на мой Трово Твич Твич, господи Телеграм Твича у меня нет Слава богу Трово И Телеграм Я вас в YouTube Там Все, ребята Всем удачки Всем пока Пау